Друзья, прошлый день выдался крайне успешным в игре под названием Storage Hustle, и мы с вами смогли набрать кучу полезных и кучу бесполезных вещей. Ну а меня зовут Перпятум или же Александр, всем доброго времени суток, уважаемые друзья. И хочу сразу показать вам венец нашей коллекции, а именно золотой калашников, который стоит 3600 это сейчас, то есть по закупке. А, кстати, мне сказали, что я там неправильно ремонтирую, что можно и больше ремонтировать, но я же вроде бы и так до состояния хорошего ремонтировал все предметы. Видите, у нас все до состояния хорошего отремонтировано, я не знаю почему мне писали, что я не до конца ремонтирую, все же отремонтировано до хорошего, видите, все в идеале, друзья. Так вот, короче, будем его продавать тысяч за семь, я думаю, мы спокойно сможем его продать, потому что это единичный экземпляр, он красивый, он дорогой, его даже можно взять в руки, взять в руки. Вы что, подожди, я не могу взять предметы. Мольберт мешает. Так, сюда мольберт, я хочу взять его. Так, Томпсон, вот эта винтовка, ружье точнее, не дает. Томпсон, теперь ты не даешь, давай. Отойдите, я хочу взять в руки калашников. Он не достается, ты что? Во, достали, друзья, венец нашей коллекции. До чего он застревает-то постоянно? И хочется положить его куда-то сюда, посмотрите. Сейчас мы будем его продавать, и я не знаю за сколько. За семь хотелось бы, но не факт, что получится. И, друзья, давайте вот сколько денег заплатят за этот калаш, столько мы попробуем собрать лайков. Как вам идея такая? По-моему, справедливо, а? Хитроумно, да, я выпросил сегодня лайки? Так, для начала, мольберт, мебель за соточку, как бы и ладно. Ну, тысяча это много, хотелось бы, но много. Револьверыч, 360, значит, 600. Так я чувствую эти цифры, так я на них смотрю. 560, ну, значит, 900, разумеется, все математически выверено. Винтовка Ренессанс, ну, тут 1350. Тут, как бы, понятно, 1350. Топор, 25. Пускай будет так. Статуэтка старика у нас уйдет за 265. А вот золотой АК, 7000. 7000. Я думаю, что это справедливая цена. Можно даже поставить 7200, и это будет окей. Х2. Х2, друзья. Винтовка Томсона. Прррр, 3000. Х2, она классная. Мне нравится, но она не золотая. Поэтому Х2, наверное, не получится. Итача какой-то дробовик, друзья. Какое-то ружье. Ну, за 900, наверное, будет приемлемо. Итак, у нас появился покупатель за 6189. Ага! Угу. Неплохо. Неплохо. Ну, я бы хотел больше. Поэтому откажусь. Вот эту штуку за 24... Чего вы так мало предлагаете, ребята? Давай за 2900 хотя бы. 2600 уже лучше. Но все еще мало. Давай 2850, дружище. Ну, ладно. Забирай. Забирай. Такс. Дятел. Ты чего? Вообще, дятел. Реально? 5500, ты вообще не в себе, дружище. Иди. У меня такое ощущение, что когда я прогоняю одного покупателя, в надежде найти покупателя получше, приходит всегда покупатель похуже. Вот серьезно. По-моему, так всегда и происходит. Я не знаю. Либо мне кажется, либо оно действительно так и есть. Но как-то вот... Как-то... Ну, все еще мало. Выше 6 я хочу продать. Ниже 6 точно нет. Да, можно было бы поторговаться. Да, можно было бы найти какой-то общий язык. Прийти к соглашению. Найти среднюю оптимальную цену. Но надо ли мне это? Нет. Нет. Я хочу хорошую цену для себя. Вот, чтобы мне было приятно. Так. О. Бандит какой-то. Смотрите. Ха-ха-ха. Пришел. То, что нужно. Ну, давай за 7 тысяч. Ну, понимаешь, мне нужны, дружище. 6526. Ну, в целом, неплохо, друзья. Меня устраивает. Продаем за 6526. У нас 10 тысяч денег. И это великолепно, друзья. Вы помните наш уговор, да? Так что, давайте. Я на вас надеюсь. Так. Пауэрбэнк. Пауэ... Че так дорого? Насколько он ампер-часов? Что стоит? Типа... Средняя стоимость? Так много. 170. Ужас. Строительная каска. Давай. 100... 100, 100, 100. А, это ж я 170 цену поставил, да? Но все равно, все равно, все равно, друзья. Конечно, я загнул с ценой. Статуя деда. Забирай так ее. Телефон. За тысячу. Хочешь? Ну, давай за 1250. 1080. Ну, ладно. Видимо, он больше и не даст. Пофиг. Хочется уже отправиться новые аукционы, друзья. Раскрывать что-нибудь дорогое, что-то ценное найти, что-то полезное. Продаем все как есть. Денег у нас уже много. Стартового капитала начального можно теперь будет разгуляться. У нас тут уже 11 утра, между прочим. И нужно, нужно заниматься делами. Давай. Револвер тоже забирай, Горелыч. Все, вроде бы все раскупили. Вроде бы ничего не потеряли, не упустили. Давайте теперь смотреть автопродажи. Кстати, можно было бы включить. Но там будет цена не идеальная. Аукционы. Так, а что-то какие-то они не очень сегодня. 700, 400 тысяч. А вы что? Может, тут лучше? А что? А где нормальные аукционы? А что-то какая-то ерундистика одна. Нет, серьезно. А где норм... Это пока 700... Вот тысяча это максимум. Две звезды всего лишь. Давайте тогда инструменты прокачаем. На максимум, а теперь получится ремонтировать. И все. Банк. Нет, я не буду брать кредит. Зачем? Давайте прокачаем навыки. У нас... А, у нас 0 очков навыков. Понятно. Ладно, ладно, друзья. Поехали в это место. Ну, на безрыбье. Ирак. Рыба. Ой, как же так вышло. Так вот получилось, да. Ну, а нефиг. Потому что ходить. Не по пешеходному переходу. Хотя, кто бы это говорил. Я вообще по газону езжу. Газую тут и ничего. Не, ну я... Я расстроен. Я расстроен. Ой, попил, друзья, водички. Что-то у меня от расстройства аж в горле пересохло. А че? Да, да. А в смысле? А че это? Че я... Я думал 1400, а там 690. Ну, единственный наш вариант получается, друзья. Да все, исчезай. Вот этот 43-й павильон. Че, а как участвовать-то? Опачки! А вот это хорошо. А вот это хорошо. А вот это я понимаю. Сколько цена выкупа сразу? Я хочу. Никогда я этого не делал, но решил попробовать. 1800, друзья. Просто вот этот аркадный автомат привлек мое внимание. 750, кстати, неплохо. Плюс дробовичок. Плохо. Так мы сейчас исправим это. Смотри. Идеально. 1800 мы потратили, да? Хорошие. Идеальные. Надо было сначала что-то продать. Потом прокачать инструмент. И до идеального калаша отремонтировать. Я только сейчас пришел к этой мысли. Прикиньте. А можно было бы больше денег заработать. Но я только сейчас что-то об этом подумал. Че там у нас? Кинокамера? Ух ты! И, друзья, отбилось? Отбилось? Да, это не самые дорогие вещи, но... По цене мы отбились. Здесь счетчик Гейгера. Эпический предмет. Сломаные. Даже понятия не имею, сколько он может стоить. Давай посмотрим. 300. Ну, 300 это тоже. Как бы хорошие деньги. 390 нормально. Арфа какая-то маленькая, ручная. Единственный минус идеального молотка в том, что тебе приходится долго им работать. Почему нельзя просто зажать, а это лира, чтобы, ну, оно ремонтировалось сразу до максимума. А то вот это вот ступенями не очень удобно, как по мне. Так, надо посмотреть, сколько стоит лира. Вряд ли большие деньги, думаю, 200. Ну, 350. Такс, вот это добро теперь нужно как-то затащить в багажник. Как бы это сделать? Ого, тут какой-то даже пришелец изображен. Так, ружье. Давай. Не, это хорошие деньги. Это хорошие деньги. Вопросов нет, но... Очко навыков одно. А нам нужно бы, друзья... А так мы это уже изучили, да, получается? Да. Нам нужно вот это прокачать. Новые навыки. Прокачаем, прокачаем. Нужно просто больше вещей, друзья. Находить, продавать, перепродавать. Ну, думаю, завтра. На следующий день будет много классных штук. Сейчас мы расправимся с этим дешевым хламом. Включим автопродажу. Пускай оно само продается. И... Все, пускай идет своим чередом. 43-й... Павильон. Надеюсь, разработчики добавят новые вещи. Более эпичные, более дорогие. Чтобы разнообразие было выше. О, пауэрбанк не отремонтировал. И чтобы было интереснее. Интрига, да? Чтобы ты никогда не знал, что же там попадется. Покупаешь, например, гараж за 10 тысяч, а там пауэрбанк один лежит и такой... Это было бы, конечно, обидно, но это добавляло бы остроты игре, да? Изюминки. То есть... Я бы всегда переживал. Что можно все проиграть Так Помчались Кстати, сейчас мир вроде бы не повернут в сторону Или повернут, но немного вправо Немного вправо Управляем машиной Первый пропускаем, следующий наш Я уже выучил город наизусть Ну а как вы думали? Всегда пытаюсь в этот столб врезаться Не специально, но так получается Тихо Стоп Ну вот и что это? У тебя помеха справа была Я был помехой справа, а ты нарушил закон О, проехал, смотри-ка Боялся, что не проедет Но все обошлось Все нормально Аппарат у нас тут, давай Вещь магазин, вещь магазин Антикварный этот самый За тысячу, давай Так, тут у нас что 500 за планшет Давай автопродажу вырубим Старый дробовик 1200 А может быть там клиенты будут предлагать плохую цену И не будет автопродажи Подожди, автопродажа По какой цене происходит? Автоматически продавать при появлении покупателя Ну надеюсь по цене, которую мы установили Так что если это будет не так То это прям обидно Дробовик ушел за 1200 Так, а ну-ка давай посмотрим Автопродажа работает Но 1100, 1200 Но это еще Но Почему не продается? Странно, почему не продается? Удивительно Автопродажа включена Но она не работает О, сработала И цена, которую мы указали Что интересно Тысячу стоил счетчик И за тысячу он ушел Так, ладушки, друзья Я думаю О, 400 Да, по цене, которую мы указали Люди даже не торгуются в таком случае То есть Это возможность заработать максимально много денег Ха Так значит, имеет смысл пользоваться автопродажей Хорошо Итого у нас 14000 Да? Капитал Оборот сейчас Давайте смотреть А куда делись нормальные аукционы? По 1200 там И по Я не понимаю А где они? Подожди А что это подстава-то какая? Нет, серьезно А где нормальные аукционы? Тут за 48 какие-то Можно ради интереса Ради прикола Съездить и поучаствовать в таком Ну, чисто ради Посмотреть Но хотелось бы, конечно Вот в этом принять участие А вот А 48, блин Я думал 71 Почему ничего не доступно сейчас? Я бы съездил Что сейчас доступно? До 10 Ничего Это редко бывает Чтобы ни один аукцион не был доступен И Придется ждать 10 утра Я приму участие в аукционе за 48 Просто ради интереса посмотрю А потом Мы поедем уже участвовать в более дорогих аукционах Думаю так, да Просто интересно А вдруг В аукционе за 48 Там выпадет что-то супер-мега-дорогое Или вообще ничего Но интересно, интересно Хочется потестить И выкупать аукцион Сразу единой ставкой Получается, смысл все-таки есть Ну, как мы Выяснили сейчас Деньги заработали хорошие Ну, надо ждать до 10 Что ж, подожду Куда деваться Итак, час настал, друзья Проверить нашу удачу 48 Большие деньги Адя Подожди Подожди Я не в то время приехал Я Ёлы-палы Как всегда Ладно, давай за 74 Что-то я не в то время, походу, приехал Так Ну, кстати Вообще-то и неплохо Вообще-то и нормально По 5 баксов Увеличение ставки Ну, давай Сразу пятерку дам Там нормальные вещи Но я хотел за 48 А он не в то время Я с этим временем перепутал Смотрел одно Увидел другое Запомнил третье И запутался Сам себя запутал, друзья Ну, так бывает Что уж поделать Что уж тут говорить Надо успеть еще на следующий аукцион Давай, давай Быстрее, быстрее, быстрее Ребят, быстрее, быстрее Быстрее, быстрее Я покупать его не хотел Давайте У нас еще День не закончился Нам нужно еще в одно место съездить Давай, давай, давай Ну, Сакура Ну, ты что делаешь? Она же еще и на другой аукцион Небось успеет Да, пока я тут буду Заниматься вещами Пока буду их разгребать Она такая Оп А Саню я отвлекла Теперь Я буду участвовать в аукционе Такие дела Так, давай Шляпа Давай Все, что тут у нас Переработать 7,5 Плохо 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 Книга Бри Ягодный сок О, кстати Плита На дачу будет зашибись 40 Ну, на самом деле Грабли Сколько грабли стоят? Сломанные Баксов 5, наверное 4,5 Ладно Я не хочу совсем этим возиться Отремонтирую книгу Редкий предмет все-таки Ее заберу А все остальное Оставлю тут Пускай забирают Да лень таскать на самом деле Хотя самолетик Нормальный Нам просто еще успеть нужно Ладушки, ладушки Поливать Берем самолетик Берем книгу И поехали Чтобы отбить хотя бы затраты Мы как бизнесмены Должны следить за доходами и расходами И чтобы все было хорошо Чтобы не было Предвиденных неприятных трат Все, помчались Как раз этими двумя предметами Мы отобьем Все А теперь нам нужно мчаться На другое место Отсюда, я думаю Мы можем доехать просто по прямой Вон, я вижу уже это место Нет, я не вижу это место Мне показалось Но все равно По прямой доедем, я думаю Или нет Ну да, вот оно Все правильно Даже поворачивать никуда не пришлось Старая добрая дорога Давай Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Где наш аукцион Какой выбираем Быстрее Так, за 1044 Отлично Поехали-поехали Ух ты Принтер Шляпа Мешок мусора Стул И Монитор Ой, тут шляпа это, да? Лсаты Ну давай А этой, кстати, нету тут Сакурой Не приехала Не успела Обогнали мы ее Бым Бым Кэ-бым Старый добрый Бритни Фирс Я сломаю тебе руку За шо? За что? Я не знаю Не надо ломать руки А как я буду стулья носить? У тебя нет шансов Это у тебя нет шансов Ты меня уже не победишь Пойми меня правильно Бритни Фирс Победить невозможно уже Никак Еще в одном аукционе Принять участие мы Не успеем уже Не успеем, да Смотри, какая дерзкая Что-то она там увидела Пепеловолосая Бритни Что-то она там увидела Что борется так Или специально Чтобы я еще в одном аукционе Не поучаствовал Ну не везет сегодня Нет дорогих Типа по две По три тысячи О, мир опять наклонился Это все из-за нее Так, вот эта штука Она из золота, интересно Армиллярная сфера Мушкетон старый Смотрите, какой-то Ух, нормально Винтовка Ренессанс Давай ремонтировать Девятьсот Стол А что, этот стул мы не Мы же находили такой стул Точнее, даже не стул, а кресло Моник находили Но его нужно отремонтировать Тогда он будет стоить нормально Под 350 где-то 320 Тоже неплохо Антикварный фотоаппарат Хорошие деньги 390 Лира опять попалась Слушайте, а может быть Какие-то навыки Вот прокачать бы Что-то такое Вы можете быстро продать Пять предметов Но нету очков навыков Мы их медленно зарабатываем В последнее время Аура Сигмы Люди теряют гораздо Меньше терпения Ценная личность Вы можете быстро продать 10 предметов Вы можете продать 20 предметов Мне интересны Именно более навороченные Аукционы Почему Почему Они такие плохие стали В последнее время Вот именно сегодня Обычно они Ну нормальные Нормальные были Дорогие И вещи там были дорогие А теперь какая-то Мелочевка одна Ну это странно И Ну неприятно Доремонтируйся Это я в последнюю секунду Убираю А оно еще не успело Отремонтироваться Каждый раз у меня Это происходит Так Ну давай Надо машину подогнать Чтобы все это Загрузить быстрее И почему После двух часов Нет аукционов Я бы в них тоже участвовал Но игра не позволяет Говорит Нет Нельзя Почему Лира в хорошем Ну надо ее починить Я уже вместо Молотка Беру сканер Все идеально Давай Пэмс Китайская лампа Пэмс Стол в последнюю очередь Плохо Плохо Это плохо Стол в последнюю очередь Будем загружать Потому что Он Ну Занимает много места И другие вещи Просто не поместятся Поэтому Берись Сперва шляпа Берись Потом берись Антикварные Фотоаппарат Хотя это не фотоаппарат Даже вовсе Это киноаппарат Давайте будем честны Это ж киноаппарат Ну это ж не Не фотоаппарат Вон пленка Барабанная Бобина Да Устанавливалась Короче это Киноаппарат Крутишь Ручку И записываешь Фильмы Кино Так Ну и Винтовка Ренессанс Помчались Помчались Ну может Завтра Повезет И завтра Будут действительно Толковые Аукционы С дорогими Толковыми Вещами Я в этом Опачки А давайте Ко мы сюда Заглянем Слушайте Друзья А ведь здесь Че тут у тебя Бегемот Неплохо За двадцатку Волшебная Палочка Ух ты Золотой Дигл Хотелось бы Купить его Конечно Но Оставим Интригу Друзья И волшебная Палочка Тоже Оставим Интригу Хочется Найти их Именно На Аукционе А эти Вещи Ну Нам и так Знакомы А вот это Я хочу Оставить Интригу Продает Он его За 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 2 390 Но Это будет Не так Интересно Это будет Не так Интересно Мы теперь Знаем Что такой Предмет В игре Есть И Будет Классно Интересно Его Именно Выбить Именно Чтобы Удача Нам его Принесла А не Что-то Иное Именно Удача Удача Стоп Еще там Один Давай Посмотрим Может Чего-то Прикупим О Вы Провоцируете Меня Да Тут Дороже Стоит Смотрите 2800 Провоцирует Меня на Покупку Катана Тоже Оставим Но Остальное Брать я Не буду Граммофон Да Зачем Мне Еще Пацан Ничего Мне Не нужно Отсюда Все Твое Оставь Себе Оставь Себе Мы Своими Силами Друзья Надежда На собственные Силы И только И на собственную Удачу Давайте Загоним Тачку Вот так Вот Хорошо Не Прокидывайся Вот Так Вот Просто Не Надо Подожди Точнее Надо Но Я Не могу Я Не могу Пока Участвовать В аукционах Поэтому Игра Ты Уж Пойми Меня Правильно Хочется Хочется Но Никак 600 Сколько Кресла Будет Стоить Кресла Будет Стоить 900 Хотелось Бы Конечно Выше Цены Уже Ставить О Пошла Продажа Смотри Не успел Поставить Уже Собирают Предметы Пум Пум Быстро Быстро Молодцы Молодцы Ребята Молодцы Давайте Лиру За 700 Купите Ну и на шляпу Ой на шляпу Говорю На Этот На машину Новую Потихоньку Копим Потихоньку Копим Новую Тачку И дом Бо еще Купить Дом Тоже Дорого Стоит Это все Большие Деньги Это все Еще Много Работы Но Невозможно Заработать Такие Деньги Учитывая Что Новых Аукционов Нет Дорогих Тебя К ним Не допускают И как Зарабатывать Хочется Но Как Можем Но У нас не останется Бюджета Для торгов Что Очень плохо Поэтому С этим Пожалуй Пока Повременем Давайте Ляжем Поспать Уже Вон Стемнело У вас Появился Новый Клиент Да Чудесно Просто И уже Купили Даже Что-то Давайте Смотреть Что там За аукционы Будут Сегодня Клиент Прислал Вам Больше Денег Двенадцать Ну Спасибо Кстати Видимо За хорошую Работу Чаевые Просто Чудесно Просто Великолепно Что тут У нас А может быть Есть еще Нет Пока Только Три Пока Только Три Доступно И Ой 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 Две Шестьсот Шестьдесят Семь Друзья Вот сюда Мы и Отправимся Вот тут Мы попытаем Удачу Но оно Только С двух Часов А что У нас В других Местах В других Местах Тоже Не самые Плохие Показатели Но это Все еще Не то Две Шестьсот Шестьдесят Семь Давайте Выдвигаться К Месту Но придется Ждать до Двух Часов Ни на что Другое Деньги Тратить Я не буду Если Дико Повезет Как это Было В прошлый Раз Если Дико Повезет Как это Было В прошлый Раз Может Быть Мы Купим Завтра Машину Ну В следующей Серии Это Не факт Но Будем К этому Стремиться Или Дом Или Дом Где-то Недалеко От Аукционов Чтобы Не Приходилось Мотаться Туда Обратно Это Довольно Долго И Меня Утомляет Поездка Длинная И на этом Друзья Мы с вами Пожалуй Пока Остановимся Завтра Начнем Серию Сразу С Аукциона Крутого Дорогого И Надеюсь Вам Понравился Этот Видос Большое Спасибо За Внимание За Просмотр До Новых Встреч Удачи Пока И Счастья Вам Берегите Себя Пока Друзья